Как у артистов проходит подготовка к спектаклю, как создаются декорации, гримы, костюмы. Все это узнали участники дворовых площадок клуба-центра внешкольной работы. На один вечер ребята перенеслись в закулисье трех знаменитых театров – Ла Скала, Большого и Чикагского. Организаторы конкурса рассказали о зарождении этого искусства и чем занимаются актеры до выхода на сцену. Ребята попробуют себя не только в роли актеров, но и заглянут за кулись и посмотрят, чем же актеры занимаются до выхода на сцену, когда мы видим их со зрительного зала. Успех театральной постановки зависит от командной работы. Истории на сцене создаются режиссерами, актерами, гримерами, костюмерами и суфлерами. Участникам представилась возможность попробовать себя в каждой из этих профессий. Команды тянули жребий и выполняли задания, а жюри оценивало технику и креативность. Понравилось ей озвучивать отрывок, также понравилось делать зарисовку человека. Мы представили одну девочку и сделали ее гейщикой. Юные театралы читали стихи в манере детских ужасов. С помощью движений веером иллюстрировали отрывок из произведения, а также гримировали друг друга. Зрители поддерживали артистов аплодисментами. В финале каждая команда исполнила театральный номер по картине Решетникова «Опять двойка» в виде балета, оперы и пьесы сказки. Аниматор Александра Ситникова не только судила конкурс, но и помогала детям справиться с заданиями. Сейчас я помогла ребятам в рамках задания перевоплотиться в жителя страны Индии с помощью красок, кистей. Первое место получили ребята из детского клуба «Мечта», который представили Чикагский театр. Участником встреч в рамках проекта «Дворовая практика» может стать любой желающий. По будням с 16.00 до 20.00. Адреса площадок можно узнать в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.